Вам нравилось ваше прежнее жизнь, Ксения? Очень. На будущее надо больше верить сообщениям иностранных разведок. Либо, наполнив хранилище, придется выливать просто нефть на улицу, а газ в воздух. Чего глобально хочет Путин? Есть цель продемонстрировать, что Запад своих союзников бросает. Российская гражданская авиация прекращает существование. Санкции финансовые на сегодняшний день удивительным образом бьют по тем самым россиянам, которые выступают против войны и готовы забрать свои капиталы из страны. И все сходились во мнении, что, конечно, никакой войны или конфликта не будет. Оказались правы все городские сумасшедшие. Все. И для России 25% будет все равно лучше, чем ничего, потому что... 20-й век пока не закончился. Екатерина, ну, наверное, первый и главный вопрос. Что, по вашему мнению, сейчас происходит? Екатерина Шульман, политолог и публицист. Преподает в Шаненке. Помимо научных работ, публикует политологические статьи в российской прессе. Долгое время сотрудничала с ведомостями. Материалы Шульман выходили на заблокированном сайте Грани, признанном иноагентом издания «Репаблик», на сайте московского фонда «Карнеги» и в других изданиях. Сфера интересов, законотворческий процесс и политический режим в России. Считают, что в стране установился гибридный режим, который одновременно обладает признаками как авторитаризма, так и демократии. Шульман признанный интернет-феномен и героиня многочисленных мемов. Чего глобально хочет Путин? В чем его «эндгейм» так называемая? Довольно часто бывает, в особенности в тех процессах политических, которые имеют военную компоненту, что планы были одни, а потом получилось на земле что-нибудь совсем другое. Пока то, что можно сказать с достаточной уверенностью, то, что с нами со всеми случилась большая беда. Большая исторического масштаба беда. Каковы бы ни были развития событий, быстрая победа, медленная победа, переговоры, на что мы все надеемся. Масштабы этой беды будут нам ясны еще не скоро. Понятно, что мы входим в некоторый такой долгий туннель, из которого мы будем выбираться, опять же, медленно и постепенно, если вообще будем. Но для того, чтобы эту мрачную картину несколько сделать чуть более объемной, ну, давайте скажем, что политические процессы не заканчиваются, народы не умирают. Это, я помню, прочитала это у Бальзака в романе, по-моему, «Крестьяне». Народы не умирают. Они либо порубощены, либо свободны. Вот и все, говорит там один персонаж, который вымышленный вселенной Бальзака, является премьер-министром. Страны не проваливаются сквозь землю обычно. Люди умирают, иногда в довольно больших количествах. До следующих витков исторического процесса доживают не все, но сами эти процессы продолжаются просто уже руками каких-то других людей. 21 век оказался не совсем тем, чего мы от него ожидали. Уже почти четверть от него прошла, и у нас было представление о том, что мы знаем, как выглядят теперь политические отношения, как выглядит система международных контактов, что такое глобальный мир, что такое новая экономика постиндустриальная. Но как-то вот пока кажется, что мы недооценили инерционность исторических процессов. 20 век пока не закончился. Мы сейчас живем уже в такой реальностью. Вы сказали слово «война», а вот по требованию… Специальная военная операция. Роскомнадзора, да, мы уже даже это слово не можем употреблять. Давайте так ее называть. Это конфликт, вооруженный конфликт или специальная операция. Давайте вот смотрите, во всем же нужно искать какую-то цель. Вот как вы видите, отстраняясь от эмоций, в чем цель Путина, финальная цель? Он идет… Действительно его финальная цель это демилитаризация Украины и эти условия? Или это некий глобальный передел общего миропорядка? Или может быть какой-то другой вариант, третий? Ну, опять же, слово «финальный» тут предполагает действительно такую окончательность, о которой мы не очень сейчас можем рассуждать. Ну, вам как кажется. Ну, смотрите, опять же, все планы хороши до первого соприкосновения с реальностью. Насколько можно понять, что называется украинскую часть всего этого замысла, то она состояла в том, чтобы сменить правительство в Украине, чтобы продемонстрировать дисфункциональность украинской власти, которая должна очень быстро исчезнуть, разбежаться. И в Киеве устанавливается пророссийское правительство, которое подписывает какие-то договоры с Россией о дружбе и сотрудничестве, подобные тем, которые подписали. А ДНР, ЛНР дает обязательства о невступлении в НАТО. И дальше эта новая Украина становится частью, вероятно, союза, так сказать, славянских стран наряду с Белоруссией. Вот в такой форме восстанавливаются сферы влияния. До ночи, когда начался вооруженный конфликт, я со многими нашими общими друзьями, коллегами-журналистами, экспертами, со всеми мы, естественно, обсуждали только это. И все сходились во мнении, что, конечно, никакой войны или конфликта не будет, что вот сейчас Путин мастерски сделает обычную свою стратегию, сохранит лицо, войдет, займет ДНР, ЛНР, но не пойдет дальше. По сути дела, просто де-факто это и так все было, но теперь это будет де-юро с войсками, и на этом остановка и переговоры. И он сохраняет лицо, показывает свою решимость, и при этом система статус-пост. Мне это тоже много кто говорил, и мне тоже... Вот вы в это верили? Теперь задним числом, понятно, хотелось в это верить. То есть вы так тоже считали до этого момента? Да, мне это казалось вероятным, реалистичным до того момента, как на вечерней пресс-конференции 22 февраля, президент не сказал, что мы признаем границы в пределах их конституции. Кстати, потом выяснилось, что у них в конституции ничего подобного не написано. А там написано, что границы этих народных республик устанавливаются на момент их образования, то есть на момент 2014 года. Но когда это было сказано, стало ясно, что какого-то военного соприкосновения не избежать, но и все равно я думала, что речь идет о том, чтобы раздвинуть эту самую линию соприкосновения, отодвинуть ее. Это было бы логично в рамках заявленной цели обеспечения безопасности этих территорий, чтобы их там не обстреливали. Поэтому тех, кто обстреливает, значит, их можно отодвинуть. Это действительно казалось рациональным, по крайней мере. Но, 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 но... Но вышло иначе. Но давайте попробуем прогноз. Все равно, несмотря на то, что наши прогнозы уже не сбылись, давайте попробуем все-таки вот из этой точки пофантазировать, чего хочет Путин и к чему он, собственно, какая его идеальная точка финала этих событий. На будущее надо больше верить сообщениям иностранных разведок. Они были правы во всем. И президент Байден, и госсекретарь Блинкен. Вот как они говорили, так все и получилось. Отдельно обидно для всех нас, людей интеллектуального труда, что из тех, кто не в разведке и не президент, а тех, кто в публичном пространстве занимался каким-то прогнозированием, оказались правы все городские сумасшедшие. Все. Вот всех городов, сколько их есть, от Москвы до Киева, до самых, до окраин, самые психи, вот они оказались ближе всего к действительности. Все те люди, которые, так сказать, ставили себе целью мыслить каким-то, да, логическим образом, оказались неправы, потому что, видимо, элемент безумия в политических решениях выше, чем мы могли предполагать. Собственно, возвращаясь к вашему вопросу, что можно здесь, отсюда, из точки здесь увидеть? Образование вот этой вот новой, дружелюбной по отношению к России, демилитаризованной Украине, Украины должно действительно продемонстрировать, что у России есть вот этот ареал ее влияния, а в котором никто не смеет ничего делать, ничего определять, кроме самой России. А дальше вопрос, так сказать, остальные республики бывшего Советского Союза, они как бы считаются уже отрезанным ломтем окончательно, или все-таки тут тоже можно что-нибудь подумать. Если единственным методом установления добрососедских отношений является танковая колонна, то почему бы не попробовать еще раз, если первый раз хорошо зашло? Если первый раз не так хорошо зайдет, то, скажем так, эти замечательные планы будут, видимо, поставлены на паузу. А кроме того, видимо, есть цель продемонстрировать, что Запад своих союзников бросает, так сказать, предает, и вот они как афганцы из Кабула, все убегают. Но ведь есть же тоже такое сейчас ощущение, во всем случае, вот на сегодняшний момент, когда мы говорим, что европейцы и американцы как бы не готовы. Опять же, мы сейчас не говорим о реальностях, мы говорим о впечатлениях, о восприятии. То есть вот кто обратился за помощью к России, тот остается править вечно, как Мадуро, как Асад, как Лукашенко. Вот кого Россия поддерживает, тот будет сидеть, вне зависимости от того, как к нему относятся его сограждане, насколько эффективна его политика, или у него, как в Венесуэле, все разбежались, и инфляция, значит, исчисляется сотнями процентов. И ничего, исчисляется, исчисляется, денег нету, но президент сидит, никуда не девается. Вот в отличие от, опять же, вероломного Запада, который не может обеспечить такие гарантии, Россия такие гарантии обеспечить может. А те, кто стали президентом, так сказать, против российской воли, они перестают быть таковыми. Это, опять же, мы с вами описываем вот эту вот желаемую картину, это желаемое будущее. Такая демонстрация призвана в идеальном, так сказать, развитии событий закрепить этот статус-кво, ну, что называется, на обозримое будущее. Ценой этого является изоляция России от всего остального мира. Это уже произошло. Как бы ни было, чего бы там дальше кто не навоевал, это тоже случилось. Так что наша с вами, наша общая с вами прежняя жизнь завершена. Вам нравилась ваша прежняя жизнь, Ксения? Очень. Но, к сожалению, она закончилась. Будет что вспомнить. Будет что вспомнить. А вам? Да, тоже было неплохо. Было много в ней увлекательных элементов. А вы считаете, на сколько лет она у нас с вами закончилась? Условно, лет на 10? Или, в принципе, на всю нашу жизнь? Хотите планы построить? Насколько хеджироваться? Насколько времени? Вы знаете, в такие периоды не строят планов. День прошел, и слава богу. День прожили, и молодцы. Что-то сумели сделать полезное. Хорошо. Не сумели, а просто сумели пережить. Тоже хорошо. А там дальше будет видно. Я могу сказать, что очень важно, чтобы люди не забывали, как выглядит нормальная жизнь. Те, кто ее помнят, те, кто является носителем вот этой самой здоровой социальной нормы, вот они должны беречь себя, потому что, поверьте, этот опыт пригодится потом. Потом он пригодится. Когда она станет, это потом, я не знаю, но имеет смысл стремиться хотя бы до него дожить. Опять же, возвращаясь к нашим идеальным сценариям, если вот образуется этот строительный союз братских славянских народов, то он не признан никем другим, как Беларусь сейчас признана как государство, но президент ее не признается международным сообществом. Новая Украина признана тоже не будет. Россия, в общем, уже отрезана от всего, от чего можно будет ее отрезать. Я не знаю, на тот момент, когда, дорогие слушатели, вы это видите, свифт у нас еще работает или уже не работает? Может быть, уже не работает. Вот такова будет эта новая реальность. Но в кругу себя и, как надеются, с некоторым участием Индии и Китая, этот весь, так сказать, единый экономический организм, возможно, как-то худо-бедно, очень худо и очень бедно, может профункционировать. Андрей, здравствуйте. Слышите меня? Да, добрый день. Отлично вас слышу. Добрый день. Андрей Мовчан. Финансист, специалист по инвестициям. Основатель группы компании «Мовчанс Групп», эксперт программы экономической политики Московского центра «Карнеги», сферы деятельности «Мовчанс Групп», управление средствами частных инвесторов на мировых финансовых рынках, независимая оценка инвестиционных портфелей, автор экономических и социополитических статей, контрибьютор в медиаканалов о финансовых и инвестиционных рынках на Ютубе и в Телеграм. Автор колонок для «Форбс», издания иноагента «Репаблик», РБК и «Коммерсанта», выступает на эхе Москвы и признанным иноагентом «Дожде». Андрей, ну вот хотелось бы поговорить по поводу тех санкций, которые уже наложены на Россию на сегодняшний момент. Что вы о них думаете? Насколько они серьезны? Вот совсем недавно стало понятно, что Германия все-таки согласилась отключать Россию от SWIFT. Я так понимаю, это была последняя страна, которая не была согласна это делать. Можете вот прокомментировать, какие санкции сегодня являются самыми серьезными, чем это реально нам грозит и так далее? Ну, вы знаете, это же очень сложный вопрос. И прежде всего сложность связана с трактовкой того, что такое «мы». Россия – это же не некая единая сущность. Простые люди тоже поделятся на две категории. Есть совсем, скажем так, простые люди, никого не обижают, которые живут в рублевом пространстве, оперируют внутри страны, и они почувствуют только некоторое ухудшение общего уровня жизни. Резко вырастут цены на импортную технику, на импортные товары, включая и продукты питания импортные. Изменятся возможности. Сейчас в связи с санкциями, ограничениями на поставку самолетов и запчастей к самолетам, у них пропадет возможность так просто летать из города в город, скажем, к своим родственникам в другую часть России. Изменится ситуация с повседневной жизнью с точки зрения услуг, потому что очень многие вещи будут работать хуже, потому что поставки технологий, техники будут ограничены. Не будет возможности, скорее всего, покупать импортные автомобили, или она будет очень ограничена и по очень высоким ценам, потому что многие автопроизводители присоединяются к санкциям. И это только начало. На самом деле санкции, конечно, будут нарастать, они будут затрагивать все более и более, скажем так, неочевидные углы российской экономики. И в конечном итоге подорожание, скажем, стоимости нефти и газа, того же газа, которым отапливаются дома этих людей, оно тоже придет в итоге, потому что идет ограничение возможности получения не только технологий, но и запчастей для буровых систем, и присадок, и так далее, и так далее, и так далее. Ну понятно, то есть будет удорожание всего. Но вот есть такая теория, я разговаривала со своими друзьями, банкирами, если говорить совсем просто, чтобы нас понимали наши телезрители, вот условно эти мои друзья говорят так, что на самом деле к этим санкциям западным Путин готов был, и в общем система все равно будет выглядеть следующим образом. Газ и нефть мы будем продавать в Европу, никуда Европа в ближайшие пять лет не денется перестроить систему раньше, чем этот срок, невозможно. Соответственно, там мы будем получать долларовую и евро выручку, которая будет компенсировать вот тот сумасшедший курс, который нас ожидает даже при всех ограничениях Центробанка. А закупать то, что нам ограничат санкциями, мы будем в Китае, потому что все равно Китай аналоги все эти производит. Вот это так, и есть ли все-таки какие-то санкции, которые реально больно ударят по нашей стране с точки зрения вот экономики и, соответственно, людей в нашей стране? Это красивая схема, только она абсолютно нереалистичная. Нереалистичная она по нескольким причинам. Во-первых, очень большое количество самых разных предметов номенклатуры мы закупаем в той самой Европе и в Штатах. Ну, в Штатах нет, в Штатах немного, в Европе достаточно много. Китай не сможет заместить нам примерно половины той номенклатуры, которую мы покупаем, самых разных. Китай нам не поставит нормального семенного фонда, Китай нам не поставит нормальных красителей, Китай нам не поставит нормального оборудования автоматизации, Китай нам не поставит нормальной техники самолетной, Китай нам не поставит автомобильной техники, но только китайские машины. Это не совсем то, и у Китая нет таких объемов, которые он мог бы поставить нам. Еще большой вопрос, будет ли Китай, кстати, поставлять, потому что китайские банки уже перестали платить за российскую нефть в ожидании того, как будут развиваться санкции. Плюс второй момент. Ведь в Европе совершенно необязательно переставать покупать российский нефтегаз. Она может продолжать покупать российский нефтегаз, но, скажем, ввести акциз в размере 50 или 75% на эту стоимость. И забирать 50 или 75% себе, оставляя или резервируя под будущие времена, не оплачивая обратно их России. И для России 25% будет все равно лучше, чем ничего, потому что перенаправить поток по нефтепроводам и по газопроводам Россия в принципе не может. Ей либо придется убивать свои скважины, буквально консервировать, закрывать, и потом их невозможно будет раскупорить. Либо, наполнив хранилище, придется выливать просто нефть на улицу, а газ в воздух. Либо ввязываться в очень длинный проект, значительно более длинный, чем возможность освободиться от российских нефтепродуктов в Европе, передача этих нефтепродуктов в Китай. Поэтому в конечном итоге России придется играть в какую-то игру в компромисс здесь, и объем выручки за нефтепродукты, поставляемые в Европу, может очень сильно упасть. Отключение от SWIFT. Насколько это реально больно? Потому что мне опять же, вот мой знакомый банкир, с которым я созванивалась, как только Песков объявил об этом решении, говорит, что ну да, больно, но преувеличена эта боль, потому что есть банки-корреспонденты, и внутри России только 20% операций проводятся через SWIFT. То есть да, уменьшится их количество, это будет сложнее схема, но по сути дела это ничего не поменяется, потому что все будет через банки-корреспонденты происходить. SWIFT сам по себе, отключение от SWIFT, это неприятно, но это, конечно, не смертельно, и само по себе, вообще говоря, ничего не решает. Можно оперировать через телекс, внутренние расчеты можно делать через существующие внутренние системы и так далее. И на самом деле так дальше можно отступать шаг за шагом, каждый раз говоря о себе совершенно справедливо, что это в общем ничего не решает, это не смертельно. Отключить карточки виза и мастер-карт россиянам, есть мир. Отключить перевод капитала за границу, есть рубль, можно остаться в рублевом пространстве. Заморозить российские резервы, ну мы когда-то летали на Ту-154 и ели, собственно, пшеницу. Нет, правда, мы тоже закупали тогда пшеницу в Советский Союз в свое время, но тоже, в общем, люди жили как-то. Ну, введем карточки, да, ну будем есть сыры господина Сироты только, да, пить вино из Крыма, вот. Венесуэла живет, да, Северная Корея живет. Убить страну невозможно. Нет, ну давайте так, на сегодняшний момент, какие самые жесткие санкции и самые болезненные? Вот мне говорят, что больше всего, как ни странно, ударило по банку ВТБ. То есть вот по Сберу вроде бы тоже объявили санкции, но пока вот на сегодняшний момент, на минуту разговора с вами, они как бы, как говорят, опять же, банкиры, довольно формальные, то есть они несерьезные. А вот по ВТБ пока как бы ВТБ отвечает с точки зрения вот серьезности санкций за все, что произошло в рамках этого конфликта. Так ли это? Или вот на ваш взгляд есть что-то, вот, что на сегодняшний момент самое болезненное из введенного? Самое болезненное – это авиатехника и запчасти. И если это будет соблюдаться всерьез, то это катастрофично для экономики. Потому что Россия летает почти полностью на Боингах, Аэрбасах, Эмбрайрах. Собственных самолетов у России практически нет. Дальнемагистральных вообще нет, считайте. Ближнемагистральные есть сухой, которые ненадежны, неэффективны, их очень мало. И выпускать их невозможно без поставок импортного оборудования. Соответственно, если действительно будут прекращены поставки запчастей и арестованы самолеты, и лизингодатели заберут обратно самолеты, которые в лизинге, то российская гражданская авиация прекращает существование. Санкции финансовые на сегодняшний день удивительным образом бьют по тем самым россиянам, которые выступают против войны и готовы забрать свои капиталы из страны, и не бьют по той системе, которая эту войну позволяет и которая эту войну финансирует. В этом смысле, поскольку надо понимать, что и американцы, и европейцы, в общем, не безумные и квалифицированы, скорее всего, они перестроят свою систему санкций в ближайшее время и начнут атаковать действительно централизованные ресурсы Кремля, а не российских граждан. По поводу рубля. Вот рубль катастрофически упал в самый первый день начала военной операции и крупнейший обвал российского фондового рынка, хуже, чем в 1998 году. Что это означает и, условно, какие вы в этом смысле даете прогнозы? Даете ли вы советы, например, людям, которые инвестируют в ваш фонд, могут покупать эти акции, пока они, условно, на дне? Там Сбер, Норникель, Яндекс и прочее. Или пока это все равно рулетка и совершенно не факт, что даже через год, два или три они куда-то отрастут? И от чего это зависит? Я не имею права публично вот так давать советы. Мои лицензии не предполагают выдачи советов неограниченному кругу лиц, поэтому, если можно, я не ограничусь общими рассуждениями. Я уже много лет открыто говорю, что мы не инвестируем в российский рынок ни при каких условиях и не считаем рациональным это делать, поскольку риски российского рынка многократно превышают доходности. И последние события это, мне кажется, наглядно показали. И огромное количество людей, кстати говоря, потеряло очень много денег, а многие потеряли все, что имели, потому что они были заинвестированы с плечом в российский рынок. Особенно это касается небольших инвесторов России. Если говорить о будущем, то санкции – это механизм, который очень плохо откатывается назад. И в этом смысле, поскольку понятно, что российский рынок падал на ожидании санкций, ограничений в экономических возможностях России, то даже тот баланс, который есть сейчас обратно, он не говорит о том, что ситуация облегчается. И даже когда будет, скажем, перемирие или война закончится, как бы она ни закончилась, все равно ситуация не облегчится, санкции останутся, и до этого времени они, скорее всего, еще усилятся. Поэтому я скорее ожидал бы, что российский рынок продолжит свое падение в конечном итоге. А в долгосрочной перспективе, поскольку явно нерезиденты с этого рынка уходят полностью сейчас, это будет рынок, замкнутый на внутренние финансовые возможности, на банки, которые сейчас очень сильно пострадают из-за санкций, на частных инвесторов, которые сейчас очень сильно пострадают из-за ситуации. Я не думаю, что этот рынок вообще стоит того, чтобы как-то его рассматривать как рынок для инвестиций. Конечно, какие-то короткие спекуляции кому-то могут удастся, но это, знаете, ловить эти падающие ножи голой рукой я бы никому не советовал. Есть такая позиция, что сегодня Путину все эти санкции, которые накладывает Запад и вот это ощущение изоляции, только на руку, что, по сути дела, он точно закладывал эти риски в войну и, более того, не считает это рисками. Дальше. Понятно, что Запад исторгал все эти годы Путина и путинскую Россию, поэтому, в общем, принято какое-то президентом внутри ощущение, что и не будем туда стремиться. Наоборот, они нам не нужны. Я могу вам сказать, есть страна, которая живет таким образом десятилетия. Это Иран. Закрытая теократическая республика, кстати, очень своеобразно устроенная внутриполитически. Сейчас это не наша тема, но это действительно любопытная политическая модель. Стоит, может быть, обратить на нее внимание. Там, среди прочего, конкурентные президентские выборы, но над президентом стоит Совет Стражей Исламской Революции и Верховный Айтала. Они несменяемые, пожизненные. Они следят за тем, чтобы эти правильные установленные революции и нормы не нарушались. Так вот, так живет Иран. Он продает нефть в обмен на продовольствие и лекарства. И внутри себя каким-то образом существует страна достаточно большая, еду выращивают, грубо говоря. Ну вот, как-то жить можно. За эти десятилетия долгие каких-то точных послаблений вот этой блокады, они, в общем, добились то в обмен на какие-то инспекции, то в обмен на какие-то договоры. То есть нельзя сказать, что оттуда невозможно выехать или туда невозможно въехать. Эта страна не полностью закрытая, но все же из мирового экономического оборота в достаточной степени выведенная. У нас с вами в острый период будет ситуация, когда мало какая страна примет российских граждан и выдаст им визы. Евросоюз пригрозился аннулировать уже выданные. А все, у кого есть шенген, в этот момент испытали сильные чувства. Но, опять же, слушайте, это все такая ерунда. У большинства наших сограждан нет ни шенгена, ни загранпаспорта. Абсолютно. Больше 70% людей не имеют вообще загранпаспорта в России. По-моему, 20-29% в последний раз, что называется, last time I checked, 29, кажется, около 30% действительно обладали загранпаспортами, не визы, а загранпаспортами. Это все правда. Значит, поэтому это, что называется, наименьшая из потерь. Получается, что это даже как будто бы выгодно режиму здесь? Без сомнения. Изоляция, по крайней мере, на коротких дистанциях, конечно, выгодна. То есть я вот к этому рекламу. Не думаете ли вы, что, может быть, план и в этом, что дело не в Украине вот самой по себе, и вдруг желание ее демилитаризировать, а план в том, что нужен какой-то предлог, чтобы закрыться от всех, да, что вот это желание изоляции на самом деле может быть даже больше, чем те события, которые вот происходят сейчас. Ну, если уж выстраивать цельную картину, можно ее выстроить и с другой стороны. А если действительно коварный Запад желал остановить развитие России, заманил ее в Украину, а потом крышечкой накрыл и кушаете здесь друг друга в своей кастрюле. Да, вот а вы как считаете? Значит, я считаю, что цельные такого рода нарративы соблазнительны для нашего ума, потому что мы спасаемся от паники и выстраиванием каких-то логических картин. Ну, хорошо, если вас это успокаивает и помогает вам, не вам лично, а вам, дорогие слушатели, помогает вам есть, спать и функционировать, чтобы вы все поняли, вот в этот момент вам все стало ясно, и вы как-то успокоились на этом. Ну, хорошо, это безобидное развлечение. Хорошо, у вас какая картина? То есть все равно же понятно, что она может быть ошибочной, но вы вот для себя на сегодняшний день как логически объясняете произошедшее? Я перестала верить в стратегические планы, в продуманные решения и в, так сказать, эквифинальность, то есть в то, что все идущие процессы обязательно приводят к одному результату, как бы вы ни поступали, вы все равно придете в одну точку. Нет, но вы считаете, этот процесс же заранее замысливался? То есть вы считаете, что это спонтанное решение? Я теперь уже этого не считаю. На каждом этапе точно так же логично можно было объяснить любое другое решение. Но неправда. Мы с вами занимаемся постфактум рационализации. Но ведь согласитесь, что как раз если предсказания всегда, особенно исторические, даются плохо, не только нам, но вообще всем, кто ими занимается, то постфактум есть очень много вещей, как, знаете, когда смотрите фильм, хороший какой-нибудь там детектив, ты не знаешь, кто убийца. А то, когда ты в конце ты знаешь, ты понимаешь, блин, тебе же уже на третьей минуте показали его выглядывающим из-за забора и дали намек. Да, и если смотришь фильм второй раз, у тебя это все логически выстраивается. Вот я хочу сейчас просмотреть второй раз вместе с вами, например, следующую ситуацию, на которую я совершенно иначе взглянула. Вот когда происходили события вокруг Навального, и потом зачистка СМИ, иностранные агенты, и вот все, что происходило. Ведь на тот момент казалось, что в этом нет логики. Ну, давайте честно, на момент вот событий, связанных с Навальным, отравлением и так далее, казалось, ну, в этом нет никакого смысла, он не был в тот момент какой-то фигурой ярко в тот момент себя проявившим. То есть у него уже все громкие расследования позади, он уже их делал, и люди даже как бы привыкли к тому, что, ну, где-то там на канале выходят какие-то расследования, и это, собственно, как писал Кашин, уже стало такой вот повседневностью. Кого там еще разоблачили, это все равно ни на что не влияло. И вот многие, ну, я не знаю, были вы в их числе или нет, но многие мои друзья обсуждали, зачем это сейчас, в этом нет логики, он никому вот прям такой угрозы уже больших митингов в тот момент не собирался. Я считала тогда, что это подготовка к предвыборному периоду, к транспорту, для того, чтобы тогда никто не возразил и не смог организовать протесты. Но вы же согласны, если сейчас мы смотрим из этой точки, то уже это кажется суперлогичным действием, что если ты уже, например, тогда планируешь конфликт, то тебе не нужен сильный оппозиционер, который вот сегодня был бы там на антивоенном марше и набирал бы очки, набирал бы политическую силу и так далее. Тебе не нужны инагенты, которые тогда еще были независимыми СМИ, потому что они будут, значит, рыскать и доставать информацию. Сейчас кажется, что это вообще было задумано... Все устраивается в идеальную прямую линию. Разве для вас нет? Смотрите, Ксения Анатольевна, в чем тут разница? Когда вы смотрите фильм, вы смотрите человеческое творение со сценарием, написанным человеком. От начала до конца. Сначала пишется сценарий, потом снимается фильм. Когда принимаются решения в реальной жизни, каждое решение – это выбор из многих развилок. Если бы действительно реализовался тот вариант, который мы с вами все, всей страной, кажется, считали наиболее вероятным, а именно признание республик и всякое дальнейшее обеспечение мира, то все остальное тоже было бы логично. Это не выглядело бы странным. И мы бы с вами сказали, что это будет такая достаточно успешная предвыборная акция, мирная и патриотическая, и приятная для избирателя. Ну, не как Крым, не до такой степени, но все-таки такой рейтингоподъемный какой-то ивент. В свете этого вот этот вот, так сказать, трансфер от президента к нему самому, то есть его переизбрание, будет воспринято обществом более лояльно и не вызовет там каких-то ненужных протестов, сложностей. А кроме того, что еще важно всегда в этом нервном, так сказать, трансферном коридоре, самим элитам будет явлено, что вот есть безальтернативный лидер, военный вождь, и, значит, вот поэтому не надо, как он сам выражается, рыскать глазами и искать каких-то других кандидатов. И все было бы тоже логично, не менее логично, чем это. А то, что произошло, закрывает, конечно, проблему 2024 года. Мы не знаем, будут ли у нас дальше президентские выборы, зачем их, собственно, проводить. Но можно и провести, можно провести в электронном виде. Вот, законодательная база для этого уже имеется. Техническая не до такой степени, но, наверное, можно ее организовать. То есть это все можно сделать, и возражать будет действительно некому. Но с тем же успехом, если мы с вами будем сидеть где-нибудь и будем иметь возможность себя снимать еще через год, то мы можем обсуждать совершенно другую картину, в которой тоже нет никаких выборов, никакого 2024 года, но по каким-то иным совершенно причинам, которые сейчас нам еще не явлены. Почему мы, собственно, тут с вами, зачем мы с вами спорим по этому поводу? Мне, как политологу, наиболее здесь, конечно, удивительно то, что нам казалось, что мы понимаем механизм принятия решений. Не столько сам механизм, в смысле, кто принимает решения, это было понятно. А в смысле, в каких рамках оперирует вот эта политическая модель. Что она стремится к выживанию, к самосохранению, к сохранению своей ресурсной базы, что она, в общем, консервативна и не очень подвижна по своей природе, что, опять же, как это было сказано, 80% пропаганды, 20% насилия, формула информационных автократий. Все это подтверждалось ежедневно. Все это подтверждалось годами. Мы там оглядывались на 15-20 лет развития и говорили, ну вот мы знаем примерно, на что у нас тут способны, на многое. Опять же, это не в рамках оправдания кого бы то ни было, но вот такого рода радикальные, масштабные, чрезвычайно масштабные шаги, наверное, говорят нам о том, что, во-первых, мы недооценивали степень концентрации этих решений просто в одном человеке, больше ни в ком. Во-вторых, мы, видимо, недооценили то, о чем говорили некоторые мои коллеги, что вот эти прошедшие два года изоляции подействовали на всех, на всех подействовали, на всех по-разному. Что это, видимо, способствует какому-то специфическому погружению в одну тему, еще большему сужению круга общения, еще большему обмельчанию каналов получения информации. Видимо, они стали более однообразными. Видимо, образовался какой-то такой информационный пузырь в такой степени непроницаемости, в котором вот... Непроницаемости где? Непроницаемости снаружи. В котором на его стенах написана какая-то вообще другая фреска, другой мир, другая карта, другой глобус, чем то, что мы с вами считаем своей реальностью. Видимо, действительно, за прошедшие два года это как-то начало происходить. Возможно, это действительно связано с вот этим новым режимом работы. Еще раз повторю, видимо, главное там было сужение круга общения. Ежедневное общение с кем-то, кого мы, кстати, не знаем. Вот это вот сцена на Совете Безопасности. Вот как вы ее можете... Вот что это значит? То есть их вот правда позвали и как бы сказали, вот что вы думаете? Знаете, теперь опять же задним числом к вопросу о смотрении детектива сначала, а теперь-то понятно, что, видимо, тогда, когда вроде как их спрашивали о признании народных республик, на самом деле знали-то они другое. Опять же смеялись над Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным. А вот, может, он адекватнее других представлял себе происходящее. В смысле? Может быть, поэтому... Присоединение, да? Может быть, поэтому он так себя вел, потому что очевидно, теперь уже вот это, видимо, очевидно, что и вот это обращение, обращение 22-го числа о признании записывалось с другой концовкой. Его начало, вот эта первая, так сказать, экспозиция, длинная-длинная экспозиция, историческая, она имела совершенно другой финал, и этот финал нам был явлен через сутки, через двое суток, 24-го числа. А почему решили ее отсрочить? А вот это, кстати, меня укрепляет в моем представлении о том, что не было никакого заранее плана, в каждой точке были какие-то выборы, и была, видимо, какая-то невидимая миру торговля, которая не закончилась ничем. То есть на тот момент еще условно торговались за что-то? Судя по всему, за что-то торговались, несколько торговались, и поэтому вот этот вот хвост был показан в 4 часа утра 24-го, когда уже, собственно, хвост. Ну хорошо, но люди, сидя на заседании Совбезы, первый-второй раз, это было по принципу, ну вот условно, знаете, как правитель же никогда не говорит, что делать. К нему приходят, говорят, а что вот нам делать с Навальным? Говорят, ну действуйте по закону. Да, это знаменитая фраза, ее многие пересказали. То есть здесь наверняка, что, Саша, что мы, что будем делать, Владимир Владимирович, с республикой? Ну вот, а что вы считаете надо? Может быть, наоборот, все. Может, им уже рассказали заранее, что будет, но на публике надо показать только, так сказать, ту часть, которая вызовет наименьший общественный шок, а они уже знали, что будет дальше. Поэтому у них у всех были такие радостные лица, поэтому они так складно говорили, поэтому они так уверенно все держались. То есть они поняли то, что мы с вами поняли потом, что их жизнь прежняя тоже закончилась. Они, конечно, своим импортозамещением занимались дольше, и с 2014 года большинство из них и так под санкциями. Но под санкциями, под санкциями, а все-таки ездили. А все-таки, опять же, новые... Но уже далеко не все. Ну, ноутбук новый все-таки можно было старый применять на новый. А теперь уже, что завезли, то и осталось. А чего не завезли, того больше уже не будет. Но здесь же это тоже, знаете, здесь уже про другие фильмы, про зомби, что как только тебя уже зомби кусили, ты уже сам заинтересован в том, чтобы было больше зомби. В том смысле, что если ты уже попал под серьезные санкции, то ты уже и радуешься, что теперь вся страна под ними, потому что так ты не завидовал, что там кто-то фотографию из Парижа выложил. А ты сидишь, как дурак в Саратове. Теперь никто уже не выложил. Теперь все в Сочи. Я в жизни видел не один раз эту ситуацию, как она реально происходит на практике. Скорее всего, в России за последние годы сформировалась абсолютная власть одного лица, и система так простроилась, что никто другой был уже не в состоянии никак повлиять на решение этого человека. Одному человеку, как правило, в этой ситуации начинает поступать та информация, которую он хочет видеть, потому что люди боятся давать ему ту информацию, которая объективна. И на основании этой информации он начинает принимать неправильные решения. Боюсь, что в России сложилась именно такая ситуация. Косвенным подтверждением это являются кадры Совета Безопасности. Видно, в каком страхе и полном непонимании, на самом деле, ни своей роли, ни какие будут решения, ни что они должны говорить, находились высшие должностные лица России, которые демонстративно сидели на огромном расстоянии от президента. Понятно, что никто из них не может ни высказать своего мнения, ни поспорить, ни внести свое предложение. Они обязаны теперь только повторять слова первого лица. И что думает это первое лицо, и на основании какой информации принимает решение, мы с вами не знаем. Путин и эта администрация, Беулина и прочие люди, принимающие всякие экономические решения, ну, довольно опытные люди. Они же не могли не просчитывать эти варианты, ввязываясь вот в этот военный конфликт. То есть я пытаюсь понять просто их расчет только на то, что санкции не будут более жесткими. То есть, условно, может быть, есть какие-то внутренние договоренности, о которых мы с вами просто не можем знать. Ну, то есть это единственное, на что они рассчитывают? Или есть, условно, вариант, при котором все заморозят, отовсюду отрежут, но мы все равно, как бы, не случится остановки банковской системы, люди не обнищают, а, соответственно, не выйдут на улицы. Путин же тоже не может не учитывать этот самый большой риск внутри страны. Ну, Путина достаточно силовиков для того, чтобы сдерживать людей. И на силовиков денег, скорее всего, будет хватать. Тут много вопросов в одном вашем вопросе. Я действительно полагаю, что если санкции будут всеобъемлющими, то экономических возможностей России хватит на несколько месяцев, может быть, на полгода-год. После этого начнется катастрофа типа конца 80-х годов. Возможно, у руководства России был серьезный расчет на то, что санкции такими не будут. Я не знаю ничего про договоренности и допускаю, что они могут быть, хотя это было бы достаточно странно. Хорошо, а что потеряют тогда реально Америка и Европа из-за этих санкций? Или они ничего не теряют? Америка ничего не потеряет. Европа, если Россия прекратит поставки, действительно потеряет очень сильно в энергообеспечении. Будет дефицит энергоносителей, будет резкий рост стоимости газа и нефти на мировом рынке и в Европе. Но экономические проблемы эти страны умеют переживать. Если они на это решатся, то они это пережить смогут. Что будет делать Россия без этой валютной выручки, это большой вопрос. Но мне кажется, что в России не рассматривают как раз этот вариант. То есть вот тот вариант, который я описала, так очень схематично, он как раз про то, что мы будем продолжать продавать туда, а вырученное здесь тратить, здесь и в Китае. Вот насколько продуманной выглядит... То есть очевидно же, что идя на этот военный конфликт, администрация, президент и президент просчитывали варианты санкций, вплоть до самых жестких. И по какой-то причине они посчитали, что запаса прочности хватит. Вот вы понимаете эту логику? В чем она? Весь расчет, который мог быть сделан, он все равно упирается в принятие решений западными стран. Принятие решений по покупке углеводородов, по оплате за эти углеводороды, по незамораживанию резервов Российской Федерации и так далее. Скорее всего, это расчет на то, что западные страны разобщены, что они не смогут договориться, что они испугаются наносить экономический ущерб сами себе и проглотят очередную военную авантюру. Так ли это на самом деле? Будет ли это так? Я не знаю. Но то, что я могу уже сейчас точно сказать, это то, что реакция западных стран на сегодня сильно отличается от предыдущих реакций на то, что происходило в предыдущие годы. Она более жесткая? Западные страны действительно испугались. И в данном случае они испугались не каких-то разборок на третьей территории, они испугались не за Украину. Давайте понимать, что здесь есть доля цинизма в политике у всех. Они испугались, что безнаказанность агрессора не остановит его, а наоборот, придаст ему уверенность, и он сможет двинуться дальше. А вот дальше проходит жесткая красная линия для Запада. И поэтому сейчас будет делаться очень многое для того, чтобы агрессор не остался безнаказанным. Что будет делаться? Я сказать не могу. Я не заседаю в Брюсселе, я не нахожусь в Вашингтоне и не вхожу в овальный кабинет. Но уже по тому тону, который взят, и по тем процессам, которые идут, видно, что ситуация будет отличаться от 2014 года. А вы думаете, это именно испуг западных, скажем так, стран, которые теперь, очевидно, объединены вместе? Или, может быть, это, наоборот, красная тряпка, которые спровоцировали Россию? Потому что есть же и такая версия, что нас в этот конфликт втянули, чтобы, условно, Россия там повязала. Тут идет речь о том, что существует версия, которую обсуждают в том числе и в либеральных СМИ, о том, что это такой хитрый ход западных стран, которые давно недовольны нашим авторитарным режимом Путина. И, условно, они взяли учебники по холодной войне, нашли там строку «Афганистан» и поняли, что вот надо как раз, наоборот, создать ситуацию, при которой Россия спровоцируется на войну, чтобы там она, как вы сами говорите, это цинично, политика, да, и Украина, и, к сожалению, судьба Украины, западные державы в этом смысле мало беспокоят по сравнению со своей собственной судьбой. И что вот это та точка, которая должна стать тем, чем стал Афганистан для СССР. Вот вы в такую теорию верите? Я не очень верю в эту теорию по очень простой причине. На Запад слишком коллективен в своих решениях, и его действия слишком прозрачны. Мы знаем, что пил Борис Джонсон на нелегальной вечеринке во время локдауна, и мы давно имели бы огромный объем подтверждающей друг друга кросс-факторной информации о том, как на Западе разрабатывались планы, как провоцировался кто-то еще. Более того, я должен сказать, что люди, которые поддерживают эту версию, прежде всего оскорбляют, и оскорбляют достаточно жестоко руководство России. Потому что они выставляют руководство России не хитрыми преступниками, не стратегами, которым наплевать на человеческие жизни, а полными дураками, которые пошли на поводу у, в общем, очень дешевой провокации. На какой день война надоедает? Вот есть какие-то сроки у войны? Ну, смотрите, есть известное выражение «всякая война популярна первые 30 дней». Но это, опять же, из 20 века, когда информационная картинка была гораздо более медленной и консервативной, и вообще эти информационные источники были более малочислены. Мы с вами довольно скоро можем оказаться в ситуации, когда и наши источники все один за другим позакрываются. И мы тоже будем узнавать информацию из ТАСС и РИА Новостей, и телеканал «Звезда». Там нам покажут то, что сочтут нужным показать. Всего наши подлодки способны выпустить более полутысячи ядерных боеголовок, что гарантированно уничтожают США и все страны НАТО в придачу. Это по принципу «зачем нам мир, если в нем не будет России?» Можно вывести происходящее из информационного поля, сменить это какими-то другими новостями, разговорами, то есть вывести людей из вот этого ежеминутного обновления ленты в ожидании, что чего-то сейчас случится. Ведь понимаете, в чем дело? В 2014 году, после присоединения Крыма, которое так всем понравилось и казалось мирным, бескровным, почти бесплатным, началась вот эта операция «Новороссия», которая была долгой, грязной и кровавой. И при этом она не была, сейчас задним числом, насколько можно вспомнить, она не была, так сказать, повесткой номер один для России. Как-то действительно через некоторое время как будто позабыли, что там что-то происходит. Ну, что-то происходит и происходит. Какое-то там саурмогила, там счастье поселок, солнечные вот эти вот все замечательные места. Была часть публики подключенная, которая этим очень сильно жила и горела. Кто-то и ездил туда, кто-то тут сидел, значит, в рамках диванных войск и следил, и всячески поддерживал. Но это для общероссийского, скажем так, общественного мнения, это было вытеснено. То есть насколько Крым был инкорпорирован, наоборот, в это массовое сознание и до сих пор является таковым, несмотря на распад крымского консенсуса, который с 1918 года мы наблюдаем, тем не менее ощущение, что вот Крым – это часть России, и тут как бы все понятно, это по-прежнему позиция большинства. То вот эта вот восточно-украинская история… Сейчас другое отношение к этому. Да. Вот у вас нет ощущения, что здесь внутри страны ее поддерживают, ну хотя бы в половину так же, как крымскую страну? Смотрите, это нас переводит к вопросу об общественном мнении. А я, собственно, хотела завершить свою мысль тем, что вот тогда, в 2014-2015 году, это можно было вытеснить, вот то, что происходит на востоке Украины. Сейчас это гораздо более масштабная история, гораздо больше связей с теми людьми, которые там, ну просто потому что гораздо большая территория задействована, и я не знаю, как… Люди, с одной стороны, конечно, от травмирующей информации очень будут хотеть отстраняться, это настолько невыносимо, это настолько чудовищно, что через некоторое время наступает утомление, и из чувства самосохранения люди будут это как-то отодвигать, если это будет возможно. Конечно, быстрая победа с каким-то явным результатом, вот, значит, Киев наш, вот новое там правительство, вот совместный парад 9 мая, что-нибудь такое. Это понравится публике, давайте себя отдавать в этом отчет, плата приходит потом, а вот эти вот радостные картинки показывают тебе прямо сейчас, это бесплатные эмоции. А их шансы сейчас уменьшаются, этих радостных картинок? Вот по вашей оценке вообще, вот пока это быстрая операция, или она уже как бы немножко затягивается? Это та военная аналитика, от которой мы с вами обещали воздерживаться. Война, она же специальная операция, идет три дня. Ну, что такое три дня? Это мало пока. Ну, опять же, я не знаю, я не знаю, а как вообще бывает. Тут много чего можно вспомнить. Можно вспомнить, как Грозные брали в 99-м году, сколько это времени. Но Грозные меньше гораздо по территории все-таки. Да, гораздо меньше по территории. И Чечня не обладала самостоятельной армией своей. То есть у нее были, так сказать, силы ополчения разнообразно вооруженные и очень мотивированные, как потом стало ясно. В общем, сразу стало ясно. А Украина – это государство, государство своей армии, видимо, является существующим. Можно ли сказать, что наше общество вообще никакой войне, кроме как максимально быстрой, эффективной и блистательной, не готово? Ах, всякое общество в этом отношении довольно инфантильное. Оно любит бесплатные подарки, любит чувствовать себя правым, любит красивые картинки и вот эти самые дармовые эмоции. То есть вот как с Крымом. Вот это вот, так сказать, образец. Вот здесь сейчас нет ощущения, что здесь другое. То есть я не могу это оценивать, потому что у меня свой какой-то круг общения, я могу тоже жить в неком пузыре. Да. Но вот есть какое-то ощущение, что совсем по-другому общество реагирует, чем так, как Крым все-таки реально разделил. Я знаю, там, среди моих коллег очень много людей, с которыми мы там прямо спорили на эту тему, и часть людей это поддержала, там, внутри даже либерального лагеря. То есть было прямо ощущение этого разделения, что части общества это правда сильно понравилось. Здесь этого сейчас пока ощущения нет. Консенсус был социологической реальностью и социологическим феноменом. Вот сейчас донбассский консенсус... Эти 86% существовали. Да, вот он есть. Да, значит, теперь по поводу сейчас. Ну, смотрите, у нас есть некоторое количество вопросов, те, которые были до, так сказать, острой фазы. То, что было после, то, что там... Ну, опять же, после, это только, мы знаем, в ЦИОМ опрашивал, сколько поддерживает признание независимости тогда еще, невоенную операцию. У них почему-то вышло 73%, у Левады вышло 44 на 45. Поддерживают. Или 45 на 44. Да, поддерживают, не поддерживают. Но надо сказать, что Левады опрашивали, когда это еще было на уровне думских заявлений, обращение к президенту овцом, опрашивали, когда это уже было принятое решение. Конечно, гораздо больше людей поддержат то, что уже случилось, какой смысл не поддерживать. Когда вот оно уже произошло, раз оно произошло, значит, так и надо, думает большинство людей. Поэтому эта цифра может быть и реалистичной. Каково отношение общества к тому, что происходит начиная с 24 числа, мы не знаем. У нас нет социологических данных. Более того, к сожалению, когда эти социологические данные появятся, мы не очень сможем им верить, потому что это все в условиях военного времени. Есть ощущение, что все сейчас ринулись забирать деньги из банков. Есть такое ощущение, что люди понимают ситуацию. И, в общем, вот на сколько времени хватит Центробанка выдавать эту валюту? Центральный банк может продержаться долго. У него огромные резервы. Это могут быть месяцы. Но все зависит от того, насколько эти резервы не будут заморожены. Очевидное же действие, если агрессия будет продолжаться, если будут гибнуть мирные жители, если это не будет останавливаться, очевидное действие заморозить резервы, которые сейчас находятся в долларах, евро, фунтах и других валютах развитых стран. А это большая часть резервов. И что тогда произойдет, если заморозятся резервы? Тогда будет физически неоткуда брать эту валюту. Запас наличной валюты исчерпается в какой-то момент. Потому что ее же завозят буквально на самолетах мешками в банке, наличную валюту. И их просто не перестал завозить. Теперь уже перестали завозить. Выдавать валюту будет невозможно. Переводить банкам валюту через счета будет невозможно, потому что УЦБ будет отрезан от своих валютных сбережений. Можно либо передать клиентам, что все заморожено, и вы не можете ничего взять. Либо конвертировать, скажем, в юаня, если Китай будет поддерживать Россию. Или конвертировать рубли принудительно. Но тогда на рынок выплывет такая огромная масса рублей, что мы получим трехзначную инфляцию моментально. В общем, Центральный банк будет думать, что делать. Те, кто вкладывал в недвижимость, в Россию в очередной раз получат убытки. Большие убытки. И теперь, возможно, уже убытки, которые на их поколении никогда не исправятся. Вы считаете, что недвижимость вся упадет в России? Конечно. Для того, чтобы недвижимость росла же, нужно, чтобы люди зарабатывали нормально, и чтобы могли ее покупать. Нужно, чтобы люди хотели покупать в России недвижимость. Представляете, какое количество тысяч людей, возможно, десятков тысяч людей покинет Россию навсегда из-за этой ситуации. Представляете, сколько людей сейчас будет распродавать эту недвижимость по любой цене, чтобы только коммунициироваться с Россией. Это большое количество людей. Мне звонят люди последние дни, не останавливаясь, с одним и тем же вопросом. Как нам более правильно перевести деньги? Что нам делать для того, чтобы выехать из страны? Как нам получить место, вид на жительство или гражданство? И так далее, и так далее, и так далее. Но ведь это, смотрите, это же тоже вопрос, которым вот там мои друзья тоже задавались вокруг меня, что с другой стороны тоже рискованно выводить деньги из страны, потому что если будет запрет на всех русских граждан, просто по факту гражданства, на счета за рубежом, то это тоже ситуация, в которой ты не сможешь этими деньгами воспользоваться. Это не так. Хотя еще раз я должен повторить, все может быть. Но вся история санкционных конструкций в мире, не только против России, против Ирана и против других стран, показывает, что, как правило, она строится по принципу no more. То есть, если у тебя сейчас есть деньги в Западном банке, очень хорошо, это твои деньги, ты ими пользуешься. Но если у тебя нет счета, то ты не можешь привезти, скажем, больше 100 тысяч, как сейчас в банках ЕС. Никто не реквизирует эти деньги. Это противозаконно с точки зрения законодательных систем этих стран, поскольку для реквизиции необходимо персональное обвинение против конкретного человека. В этом смысле деньги, которые сейчас будут выведены, которые люди успеют вывезти, они будут абсолютно надежны. Другой вопрос, что, может быть, их не удастся вернуть в Россию, но люди, которые выводят деньги за границу, я думаю, что они все всерьез рассматривают вопрос покидания России, как вариант. И, возможно, им придется это делать, даже если этого не захотят делать. В моем понимании все-таки система, режим в России очень быстро учится. То есть это люди не бесталанные, которые быстро перехватывают повестку. Не знаю, кремлевские каналы полностью владеют телеграммом, телеграм-каналы в России на 80% это всякие там сетки кремлевских каналов. Которые анонимные? Да, конечно. То есть ты прямо видишь, что это вот одна мысль пошла-пошла. Дорогие слушатели, никакая неподписанная информация не имеет никакой ценности. Не читайте ничего. Зачем не стоит человек с именем и фамилией, которого вы знаете, и у которого есть хоть какие-то экспертные или профессиональные компетенции? Это был наш маленький совет. Такая, что при этом в каком-нибудь языгаре миллион подписчиков. Смотрите, вот в чем моя мысль? Что начиная с грузинского конфликта, когда мы полностью информационно проиграли ту войну, и мне кажется, это очевидно, и в общем все извлекли из этого уроки. Собственно, тогда начали выстраивать Russia Today, если вы помните, и вкачивать в это огромные деньги. Там РИА Новости и так далее. То есть стало понятно, что проиграв в грузинском конфликте информационную войну, мы оказались со своей правдой, так думают люди в администрации президента, ее донести. Поэтому важно построить свои медиа. Это было сделано. И сегодня в России, на мой взгляд, довольно сильные пропагандистские каналы с харизматичными людьми, с какими-то своими придумками. В общем, это огромная, многомиллионная система пропаганды в России. Согласна? Смотрите, согласна с некоторыми оговорками. Подождите, к чему я? Да. Вот сегодня происходит война, которую, условно, мы же все время сравниваем, вот я вижу по пропагандистским ресурсам, вот это чем отличается от Косово, от того, что американцы там устроили. Это вот наше Косово. Или а чем это отличается от Ирана, от Ирака, простите, с химоружием. Вот мы тоже вот имеем право. Но когда там делались эти операции, медиа всегда готовила. То есть вот вначале американцы заставили всех поверить, что химическое оружие там есть, все это нагнетается, потом спецоперация. Косово, ну, немножко другая информационная эпоха, но тоже. Почему сегодня все эти многомиллионные пропагандистские СМИ не противопоставляют свои какие-то картинки? Почему пропагандистские СМИ не работают с этими инструментами? Почему мы не видим фотографии солдат, несущих детей на руках? Почему они не показывают жертв Донбасса, не относясь к Мадонне из Горловки, которая там уже была довольно давно, да, каким-то символом? А вот новых сейчас, почему Маргарита Симонян не показывает в Донбассе вот сейчас? Ну, беженцы-то, кажется, показывали, когда начали. Ну, минимально. То есть если вы посмотрите, какой перекос, вот мы сегодня не видим кадров этой операции, чтобы вот как там, ну, не знаю, ну, 10 человек рады, где-то встречая танки, ну, покажите этих 10 человек, которые обнимаются с русскими солдатами. Почему мы не видим креативности? То есть медийная кампания, вот я ее оцениваю, как же абсолютно просрана. То есть есть полное ощущение, что пропаганда, то ли она растеряна, то ли, то есть вот... Смотрите, а вы правы, что этот вопрос скорее по вашей части, чем по моей, но я попробую ответить, как мне это представлять. Во-первых, по поводу могущества и креативности нашей пропагандистской машины. Все, что вы рассказываете, мне тоже представляется правдой. Расцвет нашей пропаганды пришелся на 14-16 годы, вот, собственно, на этот самый крымский консенсус. Тогда она расцвела ядовитым цветком, который заворожил весь мир. Тогда действительно она формировала реальность. Уровни смотрибельности были невероятными. Рейтинги были чрезвычайно высоки. Картинка была такая, в которую прям вот хотелось верить. Это все правда. После 16-го года, когда начался распад этого самого крымского консенсуса, то есть когда общественное мнение стало меняться, одновременно стали происходить изменения в медиапотреблении. Причем происходили одновременно три процесса, что называется, не каждый день увидишь. Во-первых, снижалось, собственно, смотрение. Во-вторых, аудитория резко старела, быстрее, чем общество в целом старело. И, в-третьих, снижалось доверие со стороны тех, кто смотрит. То есть люди смотрели, но демонстрировали меньшие, более низкие уровни доверия, чем до этого. Начиная с этого самого, после 16-го года, с 17-го года, я смотрел с интересом за происходящим. А потому что мне было любопытно, будет ли эта самая система такая богатая, такая могущественная и действительно такая адаптивная и креативная, будет ли она что-то делать по этому поводу. Ну вот, из аудитории сыпется песок, вот в буквальном смысле. Что-то полагается по этому поводу предпринять. И, надо сказать, результат моих наблюдений стоял в том, что не предпринималось ничего. Не менялись форматы, не менялись лица, не менялись темы, не менялся тон, ничего. Из этого можно было сделать вывод, что после, так сказать, вот этого самой эрозии крымского консенсуса, и может быть, в особенности после 18-го года, не столько стала важна аудитория, сколько стал важен один телезритель. Вот ему нравится, вот он это и смотрит. А все остальное не важно. Если все остальные разбегутся и убегут в интернет, что, собственно, и произошло, интернет, он тоже разный, не следует полагать, что в телевизоре пропаганда, а в интернете либерализм. Там есть все тот же самый Соловьев, и там его отличным образом смотрят. Другое дело, что это немножко другой тип потребления, когда ты смотришь телевизор, который говорит в тебя. И когда ты даже то же самое видео смотришь в Ютубе, ты его выбрал, ты на него нажал, ты можешь там сделать комментарий, перепост, ты знаешь, что сам факт твоего просмотра добавляет ему, так сказать, популярность и видимость. То есть это уже такой поступок. Так вот, вот этот вот один телезритель, все более и более, видимо, замыкавшийся в той вселенной, которая ему кажется правильной и гармоничной, он вот это вот все и потреблял, а все остальное оказалось неважно. Где-то после 20-го года случилась еще одна штука. Опять же, это очень такое пока неопределенное мое наблюдение, поделюсь им с вами, насколько вам это покажется валидным. В том, как стали показывать президента вот в официальных, так сказать, контекстах фотографий, видео, получалось такое, возникало такое впечатление, что руководство, грубо говоря, поисслужбой перешло от людей, которые занимаются пиаром, к людям, которые занимаются только безопасностью. В результате стали появляться, например, странные кадры, какие-то невыигрышные для главного героя, в котором он, с одной стороны, вечно один посреди очень большого пустого пространства, а с другой стороны, какие-то все время попадают в кадр, то какой-то обслуживающий персонал, ненужный, то какая-то камера, которая замотана черным пакетом для мусора. Даже вот этот знаменитый длинный стол, которым он там с Макроном заседал, если бы, опять же, если я правильно понимаю, как снимают, если это снять немножко под другим углом, то это вообще не так выглядит, то нет этого пугающего впечатления, что люди сидят как действительно в безумном чаепите и перекрикиваются друг с другом. Но, видимо, тем, кто занимался этой картинкой, им было важно показать, вот смотрите, у нас безопасность обеспечена, периметр зачищен, вот президент, значит, находится в нужной для него пустоте, никто на него не чихнет. А как это выглядит со стороны? Это не их дело вообще, это не их печаль. Те люди, которые были там раньше, опять же, я не знаю ничего ни о каких кадровых перемещениях, поэтому просто вот делюсь своим наблюдением снаружи. Те люди, которые были раньше, они вот были пиарщики, поэтому они делали красивую картинку. Те же там походы с голым торсом по тайге, это было эффектно, ново как-то, вот интересно, опять же, там кто смеялся, кто восхищался, но вот, что называется, было... Но мемасно запоминалось. Совершенно верно, было на что посмотреть. Это было целью. Видимо, такая цель, что называется, более не ставится. Может быть, считается, что это состояние общественного мнения внутри страны ничуть не более важно, чем состояние общественного мнения вне страны. Скажем так, насколько рационально такое поведение, насколько рационально такое пренебрежение? Ну, хорошо, допустим, я даже согласна. Да, но это связано с Путиным, с президентом, с безопасностью. Здесь я даже могу понять, что, например, вот действительно коронавирус, здоровье, еще что-то, и вот, значит, силовики окружили президента и стали рулить пиаром. Возможно, я тут соглашусь. Но, я же говорю даже о другом, я говорю о мемасиках, не связанных с президентом. Вы говорите, не как президента показывают, а как показывают наши победители? Вот «Остров Змины», вот эта запись про то, что «Русский корабль», «Русский корабль, иди нахуй», это стало мемом, мемом украинского сопротивления. Они его везде, значит, пиарят. Ну, по сути дела, вот как бы об этой фразе теперь знают все. Почему он такой народной стихийной, это не пропаганда, это вот просто все, это ушло в народ. Почему эта кампания не рождает таких же мемов, но со стороны тех, кто условно входит в Украину? Потому что люди, которые руководят кампанией, тоже в первую очередь озабочены безопасностью, им важнее, чтобы не утекли какие-нибудь кадры наружу, поэтому, например, никто ничего не снимает, это запрещено. А то, что не будет... Это же надо, если ты делаешь публичную, мировую, глобальную кампанию по демилитаризации, как ты ее называешь, другой страны, ты должен людям как бы показать необходимость этой демилитаризации. Это вы так думаете. Показать какую-то жестокость той стороны. Разумеется. Создать свой мем, условно украинский, там, танк одинаковый. это вам так кажется и нам с вами так кажется. Тем, кто этим руководит, может быть, кажется, что важно достигнуть внятного военного результата, а общественное мнение как-нибудь приспособится и вообще, кто его будет спрашивать. Поэтому действительно не произошло, например, того, чего многие ожидали, что называется, подготовки публики к тому, что вторжение необходимо. Ну да, то есть какие-то должны быть тоже вот условно... Многие с ужасом ждали, что там типа сейчас взорвут автобус с беженцами, например, и скажут, что вот смотрите, хватит это терпеть. Ничего подобного не произошло. Может, оно и к лучшему. Стремление к эффектной картинке часто, знаете, тоже-то же уходит в ад. но мы просто, да, об этом как-то холодно со стороны рассуждаем с точки зрения. Но действительно на этом фоне или на этом отсутствующем фоне принятое решение выглядит для, опять же, мы сейчас аккуратно говорим, но для многих в России выглядят неадекватным и непонятным. Не объяснили, почему нужно было вот именно так поступать. все-таки, ну, Соловьевки, Селев и прочее, это не самые, ну, скажем так, неодаренные аргументами своими люди. Почему? Вы их лучше знаете, может, они как-то уже утомились? Нет, я не то, что... Не утомились? Но они должны были пропагандистски разъяснять это. Ну, вроде как они это и делали. То есть вообще за такие бабки, мне кажется, люди не должны утомляться. Они должны как бы в нужный момент сейчас сидеть и вот, ну, там, не знаю, с беженцами и рассказывать о тяжелой жизни. Вы же знаете, что любой уровень, так сказать, доходов очень быстро становится привычным и уже не мотивирует. Если бы можно было заставить человека работать вдвое лучше, заплатив ему вдвое больше, то все HR мира были бы счастливы. Это не так работает. Но я не смотрю вот этого ничего, поэтому не могу вам сказать, что там происходит, но я знаю, что Владимир Рудольфович Соловьев стоит на ногах по четыре часа каждый день, вот, проявляя героические усилия и что-то там выкрикивает. И вокруг него стоят тоже какие-то граждане, которых, я надеюсь, отпускают данные помыслы. Мы крикивать в такой ситуации мало. Надо показывать факты и свидетельства успехов продвижения российской армии и как бы несправедливости, которая там происходит. Этого нет вообще. Я вот от этого удивляюсь. Опять же, видимо, это связано, единственное объяснение, которое я могу придумать, это связано с переходом руководства, рычагов руководства к другим людям, которые не знают, что такое общественное мнение, не понимают, почему это важно, не знают, каким образом на него воздействуют и вообще и зачем. Они отвечают за другое. Они отвечают за то, чтобы не утекло ничего лишнего, не показали, что не надо показать. Значит, вот была бы воинская дисциплина. Самый ваш какой-то реалистичный прогноз, где мы окажемся через год? Потому что понятно, что сейчас запустились какие-то механизмы, которые будут несколько месяцев еще раскручиваться. Вот как вы видите ситуацию экономическую в стране через год в России? Ну, Ксения, у меня нет прогнозов и не может быть прогнозов. Потому что есть огромная разница между рисками и неопределенностью. Риски можно посчитать, сказать, вот 20% такой сценарий, 20% такой, 20% такой. Неопределенность посчитать нельзя. Мы в буквальном смысле оказались в ситуации, которую Клаузевиц называл Дарнейбль Дескригас, туман войны. Потому что мы в буквальном смысле находимся в состоянии войны. И войны в некотором смысле совсем цивилизованным миром. Я думаю, что тенденция, которую мы сейчас видим, идет к тому, что рано или поздно Россия окажется правоприемником ситуации Советского Союза 70-х годов прошлого века, но только со значительно более слабой экономикой и со значительно меньшей территорией. Не будет, конечно, никакого Варшавского договора, не будет никакой Прибалтики, будет очень условная возможность взаимодействовать со Средней Азией, потому что там китайские интересы. И говорят, что в ситуации Казахстана недавней, в начале января, было очень жесткое китайское кулуарное заявление о том, что Россия не может оставить там свои войска. Заявление, которое, естественно, Россия послушалась, потому что Китай – это не Украина. С Китаем нельзя шутить, нельзя не слушаться. Поэтому это такой малый Советский Союз, слабый Советский Союз, который двинется обратно по тому же пути, по которому шел Советский Союз в 70-е годы, в сторону 80-х и потом 90-х. А ставка на Китай, которая вот сейчас очевидно сделана Путиным, она, на ваш взгляд, вообще целесообразна, верна? Ведь экономика Китая довольно сильная экономика, и как раз такая страна, которая имеет все мотивы для экспансии. Не станет ли это для нас через 10 лет еще более опасной ситуацией, чем Европа и Америка, которую сегодня Путин мыслит основными своими соперниками, враждебной, скажем так, цивилизацией? У Китая нет друзей. Как мы знаем, у Китая есть интересы. Китай об этом заявляет абсолютно официально и формально, и совершенно этого не скрывает. Россия не является другом Китая. Россия, по мнению Китая, является страной-сателлитом небольшого размера и относительной полезности. Это очень легко видеть по тому, где сидел Путин на Олимпийских играх. Если вы внимательно посмотрите на записи, на трибуну, то хорошо можно будет разглядеть, куда размещает Китай Россию, среди кого. А вот поясните, потому что я не обращала на это внимания. То есть он не сидел на каких-то самых почетных местах? Ну да, давайте оставим эту интригу зрителям. Пусть они сходят и посмотрят трансляцию. Мы найдем эти кадры. Конечно. Пусть они посмотрят, кто сидит справа, кто сидит слева, и где вообще он сидит по сравнению с другими. И, конечно, Китай будет абсолютно прагматично получать от России необходимое сырье и ресурсы, не отдавая России ничего того, что он не будет просто вынужден России отдать. А в ситуации, если он не будет вынужден, он не будет отдавать ничего. И чем более Россия будет впадать в зависимость от Китая, тем больше Китай будет Россию использовать. Невзирая на экономическое состояние страны, его это никогда не будет волновать. Мы уже сейчас видим, что фактически долгосрочные соглашения о получении газа по силе Сибири не оставляют возможности сделать силу Сибири прибыльной. Мы уже сейчас видим, как Китай воздерживается от каких-то подписаний соглашений или обещаний на фоне того, что многие страны не присоединяются к санкциям пока относительно России. Китайские банки уже перестали рассчитываться за танкерную нефть. Китай в этом смысле совершенно не будет поддерживать Россию, он будет ее использовать. Чем больше Россия становится изгоем в остальном мире, тем легче Россию будет использовать. Вот и все. Что вы можете посоветовать людям, которые сегодня думают о том, как спасти свои деньги, как спасти какое-то благосостояние, то есть вот для каждой группы населения, что если ты в рублях, оставаться в рублях, не поддаваться панике, если ты в долларах, забирать доллары или там что делать, открывать счета, вот можете вот прям дать для нескольких групп какие-то конкретные советы, что сделать, потому что у людей паника на сей счет. Я считаю, что долларовое накопление и ценные бумаги опасно держать в России. Их не надо держать в России. Мир никогда не будет заниматься экономическим геноцидом, особенно развитые страны. Никто никогда не поставит знак равенства между россиянами и преступной политикой власти в России. Никогда люди не будут в мире страдать за то, что где-то делают их власть. В мире очень много беженцев из самых разных стран с тоталитарными режимами. Все к ним относятся ровно так же, как они относятся к другим людям. В этом смысле вывести свои активы за границу, держать их за границей абсолютно безопасно, если только вы не принимаете участие в преступлениях, которые совершаются. Если вы, естественно, можете обосновать источник вашего дохода, откуда у вас эти сбережения, потому что это обязательно вчера, обязательно сегодня и будет обязательно завтра. Для людей, которые таких сбережений не имеют, которые работают внутри России и получают российские доходы и не могут себе позволить или не хотят по тем или иным причинам, и я очень уважаю позицию этих людей, так же, как и позицию тех, кто хочет уехать, позицию людей, которые не хотят уезжать, тоже уважаю. Эти люди должны понимать, что они принимают на себя последствия того, что сейчас происходит, и последствия политики их власти. И мне очень сложно давать им советы, потому что я прекрасно понимаю, что экономическая ситуация в России будет ухудшаться, ситуация эта будет развиваться, и я не понимаю и не могу предсказать, какой предел этого развития будет актуальным через полгода, через год, через два года, что произойдет, дойдем ли мы до карточек, дойдем ли мы до голода, дойдем ли мы до дефицита товаров, я не знаю. Но то, что ситуация будет ухудшаться, это безусловно, определенно. В свое время, а я жил в Советском Союзе, я пережил 70-е, 80-е и 90-е годы, в свое время самыми полезными советами было запасать предметы первой необходимости и продукты питания. Я думаю, что этот совет не лишний и сейчас. Серьезно? То есть вы всерьез полагаете, что может дойти до такого? Мне как раз кажется, что у нас с импортозамещением сельского хозяйства как раз настолько все хорошо, что, ну, как такие варианты я не рассматривала. Я как-то мыслила в ситуации, верит ли банковской системе, выдержит ли она, и можно ли там хранить сегодня деньги. А вы вот сейчас меня с карточками, с продуктами как-то немножко сдвинули эшелон мышления моего. Вам кажется, потому что вы не видите всего процесса. Наше сельское хозяйство работает на импортном семенном фонде, импортных мальках, импортном племенном скоте, на импортных комплектующих для техники, на импортных системах для обработки полей, на импортных присадках, на импортных лекарствах для животных, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И здесь, ну, вы понимаете, что если из колеса вынуть один винтик, колесо может отвалиться. Здесь таких винтиков очень много, и вынуть их очень легко. Были попытки в России, например, создания своей семенной компании государственной, в том числе Машкович, по-моему, принимал в этом участие, но семенной фонд получился очень слабым, малоурожайным, и его объема категорически не хватит на то, чтобы, например, засевать в России посевные площади. И это надо учитывать, это надо понимать. Я не говорю, я не утверждаю, что обязательно будут карточки и нехватка продуктов питания. Я просто говорю, что этот сценарий вполне возможен. Что западный мир не понимает про Путина? И в действиях Путина вот этот конфликт, который сейчас происходит в Украине, это все-таки действительно такая накопленная обида на западный мир и западную цивилизацию. Вот мы видели его обращение, во многом я удивилась, что как это совпадает с книгой Михаила Зыгаря I «Вся кремлевская раль». То есть, по сути дела, его объяснение того, что Путин хотел стать частью НАТО, частью этого европейской цивилизации, был отвергнут. И как вот, знаете, как человек, который отвергнут, говорит, ах так, ну вот, и вы мне сами в сто лет не нужны, я вот сейчас вам покажу. Или все-таки это какая-то прагматическая, такая прагматичная история, в которой он идет за каким-то конкретным результатом. Вот что? Что Запад про него не понимает? Откуда у него эта позиция? Она идейная, она какая? Давайте с другой стороны посмотрим, а вдруг он все понимает на самом-то деле. Мы с вами убедились, насколько публикуемые данные разведок были верны. Кстати, очень интересно, откуда у них такая замечательная информация. Откуда она такая точная, такая своевременная, такая детальная? Это первое. А второе, опять же, давайте сейчас на минуту станем антизападными конспирологами, которые думают, что запад, коллективный запад, если он существует, теперь он уже существует, раньше мы говорили, что он слишком сложен, теперь он точно существует, теперь мы можем легитимно употреблять этот термин. Так вот, коллективный запад обеспокоен появлением такой развивающейся державы на просторах Евразии и хотел бы ее, так сказать, контейнировать. Как лучше ее контейнировать, как не заведя ее в болото долгого, кровавого и, видимо, малопопулярного внутри страны конфликта, одновременно обрубив ему все внешние связи. Вот, опять же, заманили в кастрюлю и крышечкой накрыли, и вот сидите там. Никакого развития не будет в обозримой перспективе, экономического роста не будет, технологических новаций не будет, с голоду не помрете, но вот так и будете жить. Вот такой вот, так сказать, большой своей деревней, занятой импортозамещением и патриотизмом. Вот, собственно, и все. Не будет международных, там, ни спортивных мероприятий, ни научных, ни культурных, никаких там обменов, ни новых технологий. Не вырастите вы. Вот будете сидеть, с чем есть, тем и будете сидеть. Разве это не валидный план, опять же, если предполагать такие зловещие замыслы. Вот он удался самым блестящим образом. Я помню, что по моим впечатлениям последних лет, мне казалось, что в вот этих пожилых элитах наших существует такое распространенное представление о том, что Запад заманил в свое время Советский Союз и Афганистан, чтобы его погубить. Что это все специально было подстроено, и вот, так сказать, кремлевские старцы политбюро сунулись, и дальше завязали на 10 лет, потратили ресурсы, и вот это время было пропущено, невозвратимо, которое могло бы быть временем какой-то модернизации. СССР, что позволило бы ему выжить, а вот тут-то он не выжил. Но мы-то, мы-то умнее гораздо, мы-то не поведемся на вот это вот все, поэтому нас никто никуда не заманит. Собственно, по этой причине до последнего момента трудно было поверить, что все-таки носом туда опять-то и кувыркнуться. Здесь еще есть один момент, о котором, кстати, даже вот с Макфолом мы недавно говорили, и мне было приятно, что он согласился и сказал, да, я тоже считаю, что Запад совершил огромную ошибку. Если с одной стороны Запад извлек поствоенный опыт с Германией после Первой мировой, да, они извлекли этот опыт и уже после Второй мировой сделали все, чтобы Германия стала частью новой системы, а не делали ее изгоем, как это произошло после Первой, и, собственно, привели ее в каком-то смысле, подтолкнули ее ко Второй мировой войне. То с Россией же тоже похожая ситуация. И мне кажется, что это некая большая ошибка Америки и Запада, что вот Путин же нам рассказал в его первом обращении о том, что он с Клинтоном обсуждал вступление в НАТО, и что, может быть, надо было, чтобы и вступили мы в НАТО, и обнять, и задушить в объятиях. И мне кажется, что и с радостью бы все в этих объятиях задушились. Макфол любит Россию, как все люди, занимающиеся Россией, в особенности на Западе. Ну, хорошо, вам как политологу не кажется, что это было, что это логично, что это огромная ошибка Захарова? Ему Россию жалко, и нам с вами Россию жалко. А теперь встанется на позицию человека, которому не жалко, который не думает, что нужно кого-то заманивать в какие-то объятия, и тем самым делать ее частью того мира, в котором ты сам живешь. Ну, подождите, это же прагматично. У тебя огромная страна, довольно опасная, с непонятными, как бы, меняющимися режимами. Тебе лучше отцивилизовать ее, сделать частью НАТО, частью всех европейских институтов, и, соответственно, сказать, что ты теперь вместе с нами заодно, поэтому какие границы НАТО, ты и есть НАТО. Почему это невыгодно? А если, опять же, на моем месте сидел бы какой-нибудь внешнеполитический аналитик, он бы вам сказал, что Запад многое из этого делал, и Россия стала частью и глобальной системы принятия решений международных организаций, и Большую Семерку сделали, Большой Восьмеркой, и в Совете Европы были. Ну, все равно такое на полшишечки, давайте так, то есть где-то да, а вот НАТО нет, а вот это все-таки у нас оружие будет свое. Почему? Опять же, если представить себе вот этот демонический ум такого, опять же, глобального, какого-нибудь Бжезинского, который, наоборот, хочет России погибели, то вот сценарий может быть еще более выгодный для всего остального мира. Опять же, я так не считаю. Ну как, но вы же уже прошли Версальский мир, вы же уже знаете, что за этим следует, что если как бы страна чувствует свое унижение, оскорбление, и ты выходишь и говоришь, это мы выиграли холодную войну в тот момент, когда население страны считает, что это оно выиграло войну против коммунистов, да, а тут мы вдруг слышим из Америки, что мы выиграли холодную войну, то это как бы из этого унижения все равно вырастет такой лидер, который будет отражать вот эти имперские чаяния, обиды и прочие вещи. Вот ему и будет предоставлено выражать эти чаяния и пережевывать эти обиды до бесконечности внутри себя и внутри своей, возможно, действительно, зоны интересов, которую тоже никому особенно не жалко и которая, может, тоже не до такой степени кому-то нужна. А Германия все-таки свои, европейская страна, сколько с ней не воюй, а все равно свои белые люди. А мы-то почему не свои? Почему мы не белые люди? Не совсем? Не знаю. Не знаю. Я, опять же, в мирное время я на этом месте гордо говорила, что внешней политикой вообще не занимаюсь. Вот, поэтому позовите кого-нибудь из московского центра Карнеги, вот пусть они вам и рассказывают. Ну, Хаш, как вы думаете, почему нас не воспринимают европейцами и не позволили, в общем, нам стать частью этого мира, что вызвало, в свою очередь, все эти обиды. Наше общество достаточно вестернизированное, европеизированное. И это был, на самом деле, основной процесс последних 20 лет. Почему я еще так возражаю против эквифинальности? Потому что нельзя сказать, что все эти годы Россия шла к изоляции от мира. Не шла. Не шла. И воспитывалась в этом духе, и детей воспитывала так же. Потому что, мне кажется, Путин искренне хотел стать частью европейской цивилизации. Просто в какой-то момент, я не знаю, в какой именно, но он как-то понял для себя, что нет, его там не ждут и не хотят. Мы сейчас говорим не о том, чего он хотел. Мы говорим о том, как жило общество все эти годы. Все-таки не согласую каждый шаг с президентом, который много чем за это долгое время был в разные моменты занят. А общество европеизировалось очень быстрыми темпами. И привыкло к европейским стандартам потребления. Опять же, не все, не везде, но, что называется, много где, по крайней мере, в ареалах больших городов. Привыкло к товарному изобилию, привыкло к хорошему сервису, привыкло к глобальному информационному пространству, в котором тоже можно потреблять всякую там продукцию от развлекательной и донаучной. Это понятно, но именно поэтому речь 2007 года, мюнхенская, именно поэтому она была воспринята с некоторым удивлением, потому что общество европеизировалось, а в голове у президента немножко другая картинка, что мы все это делаем, но вы уже как бы нас возьмите вовнутрь. Вот это уже по моей части. Смотрите, общество вестернизировалось, а власть все больше концентрировалась в руках группы людей с очень специфическим мышлением. Наш с вами вот этот самый коллективный совет безопасности, каков бы он ни был, очень, скажем так, един демографически и социально. Это все люди одного возраста, 50-х годов рождения, с опытом работы в силовых военных структурах. Там, да, есть одна женщина, есть какие-то единичные исключения из этого, но в большинстве они такие. Вот у них такая картина мира. А вот свойство автократии состоит в том, что там между обществом и властью не очень много реально работающих каналов обратной связи. Поэтому чего хотят люди, вот вы удивляетесь, что ж картинку-то не дают, а кому ее давать? Кто это такие? Кому тут надо, знаете, голову-то чинить? Какая разница, что они думают? Ну, что думают, то и думают. Вот с этим будут дом сидеть. Вот в этом, в этом, конечно, опасность авторитарной концентрации власти, что могут приниматься решения, которые вообще мало кем в обществе и желаемы, и приняты, и были ожидаемы, и вообще нужны, но сделать ты ничего с этим не можешь, потому что у тебя нет политических институтов, у тебя нет парламента, у тебя нет гражданских прав, и ты не можешь влиять на этот самый процесс принятия решений. И тогда они будут приняты, это обнулит твое существование, но, опять же, вот с этим придется дальше жить. Поэтому, может быть, это как раз с точки зрения политической динамики это как раз не так удивительно. Вся страна жила в одну сторону, а ее властвующая элита жила в другую сторону. Мы тоже с вами говорили друг другу, что у них у всех дети на Западе, что они тоже все привыкли к сладкой жизни, тоже они хотят, так сказать, потреблять как где-то там, но, видимо, вот те немногие, кто действительно в этот самый узкий круг входят, их это, очевидно, не касается. А что там хотят все остальные, тоже, видимо, в круг их соображений не входит. Путиным сейчас действует прагматизм развития страны, ну, то есть, условно, понимание того, что переговоры с Западом зашли в тупик, нет в этом никакого смысла, нет рациональности, вот все, что я объясняла. Продаем там, покупаем здесь, нам все равно, никакие санкции реально на нас не отраждаться. или все-таки это некая сверхидея, это некое ощущение себя, ну, скажем так, своего мессианства по поводу восстановления, например, СССР. Ну, откуда мы с вами знаем? Ну, как вы думаете, мы ничего не знаем. Это психоанализ по фотографии, ну, чем мы с вами занимаемся? Это я, он должна задавать этот вопрос. Вы друг семьи, а не я. Он как это, всегда такой был или в какой момент произошел этот роковой шифт? Я помню, кстати. Не знаю, но давайте так, мне кажется, вот если меня спросите, я тоже могу ошибаться, но мне кажется, что это история миссии. Мне кажется, что он дошел до какой-то такой ситуации, в которой он мыслит, что вот он должен это сделать, это его миссия, в этом смысл жизни. И тогда есть смысл, почему так долго он находится у власти, потому что только я могу присоединить территории, только я могу удержать страну, все остальные слабые, хилые, никто это не потянет. Я должен взять на себя этот огромный груз. Я думаю, что внутри себя он мыслит это так. Ну, может быть, я не права, опять же, это вот мое ощущение. У вас... У меня... Гадание по фотографии. Да, Гадание по фотографии, да, здесь снятие запоя по аватару. Или это все-таки сели-посчитали, урон небольшой, выгода большая, сейчас мы вот это, то, и у нас уже побольше будет. Вы знаете, ну, насколько мы с вами вообще знаем людей, обычно ими движут смешанные мотивы. Да, есть какие-то нравственные рамки, в которых хочется увидеть себя хорошим, героическим, идущим от победы к победе. И одновременно есть прагматическая часть, которая рассчитывает, какие именно шаги на этом пути к победе надо делать. Я бы тут другое сказала, уже из своей, так сказать, специальности. Я надеюсь, что мы как-то доживем до того, чтобы можно было сказать, вот теперь вы понимаете, дорогие дети, в чем опасность авторитаризма. Теперь понимаете, почему концентрация власти в одних руках – это плохо? Понимаете, сменяемость зачем нужна? Понимаете, почему нельзя говорить, ну человек справляется с своей работой, пусть и сидит. Понимаете, что есть предел, после которого это сидение уже принимает совершенно другие формы. Понимаете, зачем нужны издержки и противовесы? Понимаете, что демократические институты – это не бирюльки для богатых стран, которые вот такое у себя придумали, потому что у них так принято. А это все система предохранителей, которые не дают совершиться взрыву. А если у вас их нету, и вы их поснимали последовательно, или вообще не позаботились установить, то ничто не защищает вас от того, что кому-то внезапно придет в голову, что историческая миссия требует именно вот этого. Но здесь, смотрите, вот опять тоже хочу сразу сказать, что я сейчас исключительно про то, чтобы поставить себя в чужие ботинки, не про то, чтобы там понимать или оправдывать и так далее. Просто вот для меня это такой условно политологический интерес представляет. Мне просто кажется, что вот есть же условно в Путине, например, еще и другая мысль, не случайно это именно сейчас происходит, он смотрит на всех этих Макрона, Байдена в полу-таком альцгеймерском состоянии, он тоже думает, господи, знаете, как в фильме Ширли была фраза вот эта «Я среди мудил». Вот я думаю, что его ощущение внутри... Наш с вами кинематографический и лексический ряд становится все оживленным. Я уверена, что внутри он чувствует себя не то, что как же вот я засиделся, а условно, ну господи, а это-то что? Ну это все слабаки, кругом как бы слабые лидеры и я последний, да, вот последний император, да, я последний крупный политик 20 века, перешедший в 21-е. И только я вообще еще могу мыслить стратегически вперед и понимать про большую геополитику. То есть это же тоже такой взгляд. Вот эта компания слабаков-то и завела нас в болото, нас таких умных и таких стратегически мыслящих чрезвычайно успешно. Сидеть мы там будем по самые уши вот сколько бы долгое время. Вот сколько? Слушайте, давайте... Десять лет? Давайте не заглядывать так далеко вперед. Нам надо... Значит, вот, кстати, то, о чем мы сейчас с вами можем говорить. Нам надо каким-то образом остаться в живых, сохранить себя, сохранить представление о мирной цивилизованной жизни, сохранить свой уровень культуры. Понимаете, война – это очень большое одичание. Это быстрая и труднообратимая варваризация. Значит, люди, которые воюют, получают дикий, ненужный, нечеловеческий опыт. Потом приносят его обратно к себе домой. Даже когда они возвращаются с победой и с цветами, и живыми, они все равно несут в себе вот это вот то, чего человек не должен знать, видеть и переживать. И это потом распространяется среди тех, кто не воевал и не думал, что его это каким-то образом коснется. Но коснется. Значит, на фоне бедности, распространяющейся, одичание особенно хорошо идет. Это такие сочетанные инфекции, они друг друга прям отлично дополняют. Поэтому нам надо не часы отсчитывать и дни, как Робинзона Круза, сколько еще осталось, а стараться, что называется, держать контур нашей цивилизации, чтобы она не поломалась, чтобы мы с вами не провалились в варварство настоящее. К сожалению, путь прогресса, по которому следует человечество, он не линеен. В нем есть, на этой дороге есть дырки, в них можно провалиться. Самое обидное, что это даже не особенно будет влиять на общую статистику. Да, потому что мы всего лишь одна. Одна режимная единица, одна страна, которая пошла куда-то не туда, а все остальные будут идти, куда они и шли. Как вы оцениваете вообще шансы, даже страшно, что я вас об этом сейчас спрашиваю, но тем не менее, шансы ядерной войны, потому что, условно, когда ты живешь в концепции, зачем нам мир, если в нем нет России, вот увеличились, на ваш взгляд, шансы реальной ядерной войны, или по-прежнему мы пока очень далеки от этого? Уж, наверное, не уменьшились. Надо посмотреть, как там часы судного дня-то знаменитые. Они недавно их переводили на одну секунду назад. Это группа ученых, разных от ядерщиков до политологов, которые рассчитывают, насколько мир близок к вероятности ядерной войны. Почему, собственно, часы судного дня, вот там есть эта полночь, когда все уже, и они стрелочку это пододвигают, отодвигают, в зависимости от того, что в мире происходит. Вот некоторое время назад они ее подвинули поближе, а вот еще некоторое время назад, совсем недавно, все-таки чуть-чуть сдвинули ее влево. Но мы... А с чем это связано? С математическими расчетами? Это связано с оценкой общего ядерного потенциала в мире, кто им обладает, какие страны, насколько эти страны связаны международными договорами, гарантиями, и с какими-то происходящими, что называется, на Земле политическими событиями, которые увеличивают или уменьшают вероятность ядерного конфликта. Так что посмотрим, как там, что нам скажут, может, к полуночи. Уж полночь близится, а Германов все нет, или все-таки еще нам какие-то минутки остались. Мы не первые, не мы последние, кто переживает историческую драму, может быть, даже историческую катастрофу. Другие страны и народы тоже оказывались в этой ситуации. Давайте вернемся к тому, с чего мы начали. Народы, в общем, довольно редко истребляются до основания. Мы знаем примеры тех народов, с кем это целенаправленно пытались сделать, но они тоже как-то остались живы и даже потом основали свое собственное государство. Так что с лица Земли, я надеюсь, мы как коллективная сущность не исчезнем, но, что называется, не каждый из нас будет продолжать оставаться частью этой коллективной сущности. Наверное, наши, что называется, формы политического существования переменятся довольно быстро. Я не знаю, как там Российская Федерация на каких отрезках времени будет как выглядеть, как называться, из чего она будет состоять. Это все пока сейчас. Скажем так, в погоне за все более и более стабильной стабильностью мы пришли вот к тому, что, опять же, наша прежняя государственность деформируется, изменяется у нас на глазах. Тут, что тут скажешь, что тут посоветуешь, кроме как, опять же, перечитывать стойков и, кстати говоря, как это, беречь то, что у нас есть от отношений с людьми до вещей. Я надеюсь, вы не занимались каким-то там расхламлением по мэри Кондо. Нет? Нет, я пока сняла деньги из банка, положила в ячейку. Тоже хорошо. Что есть у вас, то не выкидывайте, дорогие слушатели. Еще пригодится вам для обмена нового. Не завезут. Что есть, то есть. Вот с чем остались, с тем остались. Особенно берегите оргтехнику вашу. Зарядочки к телефонам аккуратно. Проводочки не перегибайте. Перевязывайте. Перевязывайте. Изоленты, если что, опять же, новых не будет. И пульт в... В целлофанчик. В целлофанчик. В целлофановые пакетики тоже лучше собирать. Хорошие вещи в целлофановый пакет. Пригодится, откуда его потом еще возьмешь. То есть вот такое. С другой стороны, можно это интерпретировать как экологичное осознанное потребление, которое даже и в молодых поколениях популярно. Годы демонстративного употребления, в общем, прошли, при всей их обаятельности. Конечно, это будет потом описываться как Белли Пок, как, так сказать, прекрасное, беззаботное и безнравственное предвоенное время. Но элемент безнравственности в этом тоже был довольно значительный. Да, на этом пойду пересмотрю свои фотографии времен блондинки в шоколаде и вздохну. Ну, как это? Успели пожить? Тоже хорошо. Опять же, будет чего вспомнить. Сколько успели накопить и морального капитала, и знаний, умений, навыков столько с собой возьмем в это новое существование. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!